Перед началом встречи в файле учебного заведения была открыта интерактивная выставка достижений вузовской науки, которые сегодня весьма востребованы в России. На сегодняшний день очень актуальны это морозостойкие материалы, которые в совокупности применяются для многих технологий, оборудования, машин, механизмов, эксплуатирующихся в арктических условиях. И опять-таки вот эти требования для эксплуатации в этих условиях, они как бы диктуют необходимость разработки, поиска новых материалов. Большое значение имеет именно внедренческая составляющая, которая как раз-таки и представлена в этих конкретных изделиях. Изделия, выставленные как экспоненты, это результаты труда целого коллектива разработчиков, преподавателей и молодых ученых, которые сегодня хорошо знают эти новейшие материалы и технологии, способные работать с ними на производстве. Ведь, как известно, любое из предприятий, где сегодня работают выпускники волгоградских вузов, буквально каждый месяц осваивает новые виды продукции. И в этом процессе важен не только диплом специалиста, но и знание новейших, самых экономичных технологий. Например, сегодня металлургическому заводу нужно сэкономить время на опытные работы. Мы создали математические модели каждого из этих переделов. Можем достаточно легко менять параметры на каждом из этих переделов и добиваться того качества трубной заготовки на этом переделе, который нам нужен, без проведения опытных работ. Большинство старейших вузов региона открывались когда-то с одной задачей – готовить специалистов для определенных региональных промышленных предприятий. Многие из них или изменили профиль, или перестали существовать, а вузы продолжают работать. Можно говорить о том, что вот где взять специалистов, куда смотрит наука, высшее образование, а можно заниматься вместе с ними процессом обучения. У нас организовываются такие процессы, как подготовка специалистов в области обработки металлов давления на уровне техникума колледжа. И сейчас, в этом году мы впервые ведем уже подготовку этих специалистов в области высшего образования. Минтруд уже несколько лет приоризует программу стажировок студентов, в соответствии с которой компенсируются затраты как на оплату труда новичков, так и некоторые доплаты для их наставников. Если студентам удается проявить себя на предприятии, ему могут предложить остаться на нем после окончания обучения. А потребности в молодых специалистах сегодня есть и очень большие. Наибольшую потребность именно в специалистах с высшим образованием по видам экономической деятельности, входящим в сферу обрабатывающих производств, будет намечена в сфере производства машин и оборудования. Конструкторское технологическое обеспечение машиностроительных производств – более 400 человек. Автоматизация технологических процессов и производства – более 300 человек. Машиностроение – почти 300 человек. В сфере металлургического производства наибольшая потребность в специальностях с высшим образованием сложилась по направлениям металлургии – более 300 человек. Словом, успех высшего учебного заведения теперь зависит от того, как ответить на новые запросы в кадрах, чтобы после окончания вуза молодой специалист приносил пользу, а не просто искал работу. Татьяна Крючкова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1».